Привет, друзья! Fallout 2 и Кэссиди теперь с нами. Да, взяли еще одного напарника себе. Сколько у меня уже их нужно сходить, потом будет в Broken Hills и поставить их там всех в ряд, потому что их реально очень много. Жалко, что робот у нас глуповатый, но так в целом все нормально. И так, как я уже и говорил, мы отправляемся в Сан-Франциско. В город Американ и Диско. Так, Сан-Франциско, едем. Идем в Сан-Франциско с нашими приятелями. Пора уже пойти в Сан-Франциско, договориться с хабологами, либо с товарищем на танкере, с программистом или хакером, как можно назвать его по-другому, с Тайра Скорпионов. Нет, не хочу. Хорошо, что мы взяли эту особенность выживания, где нам предлагают встретиться с кем-нибудь. И у нас есть выбор, либо да, либо нет. Ха! Еще мы можем потом сходить на военную базу, чтобы расправиться с Мельхиором, Рой Летунов. Нет, Рой Летунов нам тоже не нужен. Я смотрю, здесь прогрессировать начинают мутанты. Опять-таки с инопланетянами. Сан-Франциско. Ракетиры. Не нужны нам ракетиры? Сан-Франциско нам нужно. Эм... Перед вами хабологи. Давайте поговорим с хабологами. Алло. Вы возомнили, что можете избегнуть разгневанного около хаба? Шоколадный глаз можно только разгневать. Так. Так. Чайна Таун, Храм Ши. Храм Ши, Чайна Таун. Давайте посмотрим. Это уже очень интересно. О, машина. Ах! Машина! Мать ее за ногу, машину эту. А заправить можно? У меня же есть еще вроде бы там что-то. Давайте посмотрим. Если есть чем заправить, то надо заправить. И возможно получится на ней покататься. Еще раз. Так. Неужели вы заряжаете автомобильный аккумулятор? Я даже сохранюсь по этому случаю. Слушайте, а что вдруг случилось-то? Неужели косяк исправлен? Ну-ка. Едреть, кудреть. За ногу Ивана. Так. Дернуть. Обалдеть. Чайна Таун. Машина на месте, ребята! Вот это праздник! Ну это прекрасно. На самом-то деле. Ничего в этом веселого нет, чтобы прям уж совсем... О! Так. А вот еще один приятель. Смотрите, у нас есть Маркус. Кого у нас только нет. И Маркус у нас есть, и Кэссиди есть, и робот есть. Все есть. USB здесь. Как говорится. Так. А здесь, по-моему, мы можем прокачать себе все, что мы хотим. Можем? Можем, видимо. Сейчас проверим. Сейчас мы это проверим на деле. Братство стали. Офис. И здесь есть компьютер. Да. Да-да-да-да-да. Все верно. Давайте попробуем это сделать. Угу. Смотрим. Добро пожаловать. Я ИСУ. Медицинский компьютер. Вам нужна медицинская помощь? Что случилось с Мэттом? Загружай видеоряд. Проиграй видеозапись сейчас. Интересное кино. Вы со своим так называемым президентом не добьетесь своего. Вот как. А. Пришел избранный, и он освободит мир от вашей мерзости. Плевает мне на ваши дурацкие пророчества, и мне остачертело, что вы постоянно суетесь не в свое дело. Пришел твой конец, человечешка. Моя смерть ничего не изменит. Возможно, но вид твоего изуродованного трупа доставит мне удовольствие. Что это ты делаешь, а? Ну ты и кретин. Здорово. Давненько я так не смеялся, но все равно готовься к смерти. Просто порвали. Ну что ж, 12, кто идет обедать? Считай, я уже там. И да, я тоже. Вот шайка-лейка, смотрите, завалили, завалили беднягу. Анклав он такой, анклав они такие. Так, сформулируйте, пожалуйста, какого рода медицинская помощь вам нужна. Я хочу замечать больше вещей. Эта функция на данный момент недоступна. Моя библиотека не полна. Мне нужен модуль памяти, описывающий данную медицинскую процедуру. У вас есть такой? Нет, у меня нет модуля. У меня есть другие модули. Давайте попробуем еще что-то. Да, нужна медицинская помощь, я хочу стать умнее. Эта функция на данный момент... А, это сложная процедура, отнимает 4 недели. Вы согласны? Да. Секундочку, пожалуйста, я открываю ванну с суспензией. Пожалуйста, ложитесь в ванну и расслабьтесь. Итак, требуемая процедура выполнена. Пожалуйста, выйдите из ванны, спасибо. Так, и что у нас там получилось по пипочку, по характеристикам? Давайте глянем. Интеллект 8. Да, все верно, силы у нас 10. Я бог по силе просто. Просто бог по силе. Так, ясно. В общем-то, завалякали бедного товарища Мэтта, который открыл нам доступ сюда. Янклавцы без каких-либо проблем, без шума, без пыли продикли сюда, и никто в городе ничего не видел. Это факт. И дверь откроть? Хм. Так, окей. Давайте глянем. Где? Выходи. Кэссиди. Ты что-то медленный какой-то, Кэссиди. Ну. Ладно. Понятно. Ставьте нас в покое. Друзья мои, я, в принципе, смотрел, о, вай. Ребята, работа, работа, рис, рис, рис. Смотрите-ка, здесь какие-то... Такое ощущение, что какие-то сплошные рабы здесь просто работают, и все. Ничего хорошего здесь больше нет, кроме рабов, опять-таки. Да, несколько группировок, несколько предводителей. Так, вот, шаттл. Ха-ха-ха-ха. Кстати, бытыт такое мнение, что в архиве с игрой есть карты шаттла. То есть там комнаты сделаны специальным образом. И разработчики хотели внедрить возможность сесть и улететь, возможно. Но финала мы не знаем. Так, давайте посмотрим, кто здесь стоит. Суетливый лысый человек. О, свежее мясо, ты кто? Что ты тут делаешь? Я Сэм. Просто гуляем. Ты не принадлежишь братству, и поэтому не можешь здесь расхаживать. Разве что ты хочешь присоединиться к нам. В таком случае скажи об этом Ник Семь. Он стоит у входа. В общем, либо спускайся по ступенькам, либо вали отсюда. Хорошо, хорошо. Не нужно раздражаться. Чем я могу вам помочь? Кто вы? Я Дэвид... Хэнди из Канады. И что привело тебя сюда? Обещаю, что не будешь смеяться. Ладно. Я тут из-за Вигги Гольдман. Она эвербовщица у хабологов. Я видел один из ее фильмов в Канаде и просто почувствовал, что она непременно влюбится в меня. Пока что не влюбилась, но я над этим работаю. Ты же понимаешь, что если она тобой заинтересуется, то только для Вида, чтобы ты не ушел из хабологов. Хм, ха-ха, ну и балан же ты. Она порнозвезда, приятель. Она тебя не захочет. Ну-ка попробуем выбрать вот этот вариант. Ну да, конечно. Но дело стоит того, если что-нибудь выгорит. Как скажешь, увидимся. Приятель. Мы рады твоему присутствию в другом месте. Да. Посмотрите на шаттл. Потрясающая же штука. Да? Шаттл. Огромен, просто огромен и потрясающий. Можно зайти и спуститься вниз к оболгам. Посмотреть, что происходит у них здесь. Вот смотрите, товарищ стоит. Что нужно? Я хочу понять, имеет ли смысл прицениться к вам? Великолепно, заходи, заходи. Поговори с Хуаном Крузом и Вики Гольдман. Они знаменитости, ну ты знаешь. Но они поговорят с тобой. Кто они? О, знаменитости. Их можно найти в Малельне. Они там демонстрируют нашим новым рекуртом. Мы сомневающимся, как это здорово быть хабологом. Покажите их мне. Да. Везде дорога нам открыта теперь. Ты кто такой? Хорошо вооруженный охранник. Очень интересно. Очень интересно. Так, слушайте, какое здесь помещение. Ядреть, кудреть просто. Вот они. Товарищ стоит порнозвезда и ее прихлебатель. Который якобы пытается людей поставить на путь истины в виде какой-то веры, которая, возможно, приносит им какие-никакие деньги. Большие, причем, мне кажется. Поговорим? Ммм, детка. Приветствуем вас, новобранец. Я Вики Гольдман. Да ладно, сейчас не до вас. А я Хуан Круз. Том Круз, наверное, отсылка к Тому Крузу, да? Так. Ник Девять Великий ужасно слушает тебя. Чего ты желаешь? Я ищу своих соплеменников. Мне говорили, что их привезли сюда, на летучих кораблях. Летучие корабли? Наверное, ты имеешь в виду Анклав и его винтокрылов. Ммм, Анклав? Да, по-моему, так. Поверь мне, дитя, ты имеешь в виду Анклав. А, ну хорошо, и как мне их найти? Анклав – пережиток прошлого Неродин, который пока еще не настроен. Его тайные базы разбросаны по всем осколкам того, что когда-то было Калифорнией. И самые сильные его твердые находятся на западе, за морем. Как мне туда попасть? Это, дитя мое, тебе придется выяснить самостоятельно. Спрашивай, и откроется тебе. Откуда вы все это знаете? Дитя мое, я не где, ведь я знаю о многом, что происходит в материальном мире. У тебя есть еще вопросы? Или я могу снова заняться своей медитацией? Занимайтесь медитацией, все с вами понятно. Пойду схожу. Вот сюда схожу. К умным товарищам. Посмотрите, сколько комнат, замкнутых пространств, ни окон, ничего нет. То есть, как они здесь дышат, непонятно. Зря я, наверное, на круге начал писать. Хотя, робот нашел более кардинальное решение. Хоть он глуп, но он умен опять-таки. Да, да, чего да? Кто вы? Я Крокет, я ученый-ремонтник. Могу я теперь вернуться к своим делам? Нет, у меня еще есть вопросы. Ладно, теперь что надо? Чем вы здесь занимаетесь? Я разрабатываю новые технологии и получаю от сектантов свою долю. Если вы понимаете, о чем я. Так вы не хаболок? Эти ребята ничего не понимают в науке. Я помогаю им создавать экстравагантный имидж в обмен на приличную зарплату и отдых в женском обществе. Ух ты, какой сволота, чем вы здесь занимаетесь? Разрабатывает он технологии. И какую новую технологию вы разрабатываете? Посмотрим. Я построил ядерный реактор для космического корабля. Я придумал, как усилить силовую броню. И я чиню то, что сломалось. Хм. А вы можете усовершенствовать силовую броню? Да могу. А что вы мне дадите взамен? Я заплачу. Отлично. Это будет стоить вам 10 тысяч деньги вперед и никакого бартера. Мне нужно кое-какое новое оборудование. Я еще вернусь. Мазафака бич. Ишь ты, какой? Ай, Кассиди, дай-ка я с тобой поговорю. Кассиди. Кассиди, пока ты не ушел. Нам нужна дистанция. Стой близко ко мне. Ладно, буду держаться поближе. Ты, небось, не приятности ждешь. Ага, жду не приятности, дружище. Все же так логично и все так гениально. Силовая броня. Здесь что у нас такое? Охранники, охранники охраняют всякий хлам. Если вы пожертвуете много денег, вы станете... Кем вы там станете? Нет, не думайте, что нам нужны у вас столько деньги. Да ладно, мы хотим помочь вам. Ну, конечно, конечно. Конечно же, это все просто. О, освободились? Сейчас я с вами поговорю. Ники. Дева, деточка моя, иди сюда. Я хочу с тобой поговорить. Поговорить спер... Пока поговорить, а потом видно будет. Он... Че? Он. Привет, я Хуан Крус, а я Вики Гольдман. А вместе мы знаменитости, и мы поддерживаем хабологию. Вместе просим иметь в виду, что любое сходство между нами или учреждениями, живыми или мертвыми, является чистой случайностью. Сходство? Что вы имеете в виду? Да кому-то может показаться, что мы похожи на неких людей, а на самом деле это чистая случайность. Фух. Ну, гора с плеч. Почему вы знаменитости? Почему? Ну, мы снимались в кино Нью-Рину. Мы снялись в сотни фильмах, многие из которых стали классикой. Например, сдобные попки, игривый бизнес и дни резины. Это... Это ты сделала знаменитостями. Да кому есть дело до того, что вы поддерживаете? Разве не надо думать своей головой? Сотни селиться с именами. Она писает... Иван, спасибо. Так. Привет, Вики. Дэйв влюблен в тебя. Дэйв? Компьютерщик? Он? Ха-ха-ха. Это ходящее недоразумение. Вики моя. Только моя. Я никому... Извините, у меня случился выплеск негативной энергии. Должно быть, неродины засорились. Она шепчет вам. По-моему, Дэйв милашка. Но пока Хуан рядом, у нас с ним ничего не получится. Фьюти, неродины вновь очистились. Это все. Пока. Итак, мы можем свести крепкими узами Дэйва, компьютерщика, который стоит возле корабля, и Ники, порно-звезду, вместе. В страстный тандем. Но не факт. Давайте попробуем, конечно, это сделать. Может быть, у нас что-то и получится. Если не получится, то мы пойдем на танкер. Так, где этот товарищ программист? Вот он. Чем я могу вам помочь? Ммм. Так, мы с Викки поговорили, она с Хуаном. Они с Хуаном смеются над тобой и говорят, что ты не настоящий мужчина. Мы с Викки поговорили, она сказала, что ты сексапельный, иногда она хочет тебя. О, вот это интересно. Да, правда, вот это да. На лице ей возникает блаженная улыбка. Спасибо, что я могу для тебя сделать. А мне нужно, чтобы ты отформатировал жесткий дискхабологов. И интересно. А еще раз. Да, есть такое. Можно, 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 можно. Смотрите. Я собираюсь закатрить Викки. Скоро, чем я огонь тебе помочь? Молодец какой. Ладненько. Это мы возьмем на... Потом оставим. Все эти вкусности. А пока идем на танкер. Давайте попробуем. Мы туда еще ни разу не заходили, насколько я помню, да? Веселуха же. О, мой горо. Что здесь есть? Здесь что только нет. Смотрите, бедные китайцы работают. Машины плавают. Вот можно же было достать, переплавить. Хотя здесь ни заводов, ни черта здесь нет. Крестьянин Ши. Здесь что есть? О, у меня спина болит. Сканер сетчатки глаза. У меня спина болит. А компьютер можно? Очень интересно. Сканер сетчатки глаза. Что-то здесь есть какая-то цель с этими вещами, но... Не помню. Давайте глянем, что еще есть. Интересно. Может быть, мы найдем какого-нибудь человека, который нам... Найдет ответы на наши вопросы. Грязного, не отчесанного человека, не отчесанного. Так, здесь у нас бродяги, 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 бродяги. Ребенок. Интересно то, что в этой игре есть дети. Хотя сейчас в современных играх тоже есть везде дети, но все-таки это не то. О, ты откуда взялся, товарищ? Какой ты прыткий. А самое главное, я радуюсь в том, что мы нашли автомобиль. Так, я забыл. Рано забежали, я даже танкер не успел показать. Очень классно смотрится, во-первых. Огромный танкер. Даже не получится его полностью посмотреть. О, робот там у нас лунную походку делает. Так, здесь много всего интересного. Давайте будем разбираться с танкером. Бар есть. В баре можно посоветоваться с кем-нибудь, что-нибудь спросить. Так, вот товарищ ключевой. Почему-то бочка стоит с мусором. Он громко рыгает. Че тебе надо? А, кто вы? Я Барсук. У меня была своя группа. Назывались я Там и Тлеем, а теперь я компьютерщик Сан-Франциско. А что именно вы делаете с компьютерами? Ну, скажем так, я специалист по извлечению информации. Что это значит? Это значит, что я могу найти данные, которые вам нужны. Ясно, клево. У меня есть еще вопросы. Так, вы можете рассказать мне об этом танкере? Об этом надо говорить с Марком или Кэпом. А где найти Марка? Марк обычно сидит внизу в баре. Спасибо, еще вопросы. Рыгнуть. Он истрогает еще один... Рыгтайм. Рыгнуть громче. Он снова рыгает. Превзойдя все ваши возможные достижения в этой области, гром стоит до небес. Поаплодировать. Странный чувак. Чем вы здесь занимаетесь? Что делать с компьютерами? Ясно. Кто вы... Что вы можете? Ничего. Давайте посмотрим, что еще есть здесь. Маркет. Кстати, здесь неплохой магазинчик. Если можно усилить, конечно, силовую броню себе. Было бы неплохо. Привет, я Джена. Чем могу служить? Мне нужны информации. Жизнь меня научила, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь. И больше никакой информации у меня нет. Хотите посмотреть на мои товары? Да? Отлично, смотрите. Давай, покажи. Покажи, родная, что у тебя есть... Так, вот это вот я выкуплю у тебя. Явно. Большая научная книга. Это тоже выкуплю. Наука. Это вещь такая сложная. 2867. Боевой дробовик. Давайте глянем. Ожерелье. Диск Бишопа. Пойла. Пойла нам не надо. Так, чего у меня только нет. Короче, это вообще беда. У нас захламлен инвентарь. Просто хламину. Так, тысяча. Отмычки. Шесть кошечек, лапок мохнатых кошачьих. Так. Явно вот это нам не надо. Вообще, в принципе, знаете ли, как же сделать-то? Ай, ладно. Ой, все. В общем, понятненько. Что-нибудь еще? Нет, все, спасибо. Что ж, всегда вам добра будешь. Будешь мне добра. Ладно, окей. Так, интересно. Просто жилище. Ничего не работает, ничего не двигается. И уникально, как и все остальные. Естественно, никто же не спорил. Так, а что здесь есть? Шкафчиках. Это что? Что за шкафчики такие? Чьи это шкафчики вообще? Ганс. Тут чувак пушки продает. Пусто. Ключ от танкера, по-моему, находится как раз-таки у анклаусов. В Наварро. Если я не ошибаюсь. Давайте поговорим. Бар закрыт. Чем тебе помочь в натуре? Кто ты? Я Марк. В каждой бочке затычка и справочную бюро в одном флаконе. Ох, у меня уже есть вопросы. Что это за место? Это Вальдес. Судно компании Посидон Уэлл. Известный такой, так же, как и СКП Вальдес. Если тебе надо о нем поконкретнее разнюхать, спроси у капитана. У капитана это кто? Капитан Старый Вояков. Прямо как осел, сидит там наверху у себя на мостике и за этим корытом приглядывает. Уж он все про него знает. Спасибо. Еще вопросы? Кто тут главный? Главный? Тут у нас главных нет в натуре. Откуда вы все? Ой, со всех пустошной натуре. Нам все кто-то, всем кто-то наплел, напел песенок про Фриска. Обычно родители или кто-то там еще. Ну, кое-кого тут предки выжили еще до Великой войны. Еще типа порассказывать все и хватит. Да. Мы это тонкая тусовка. Тут у нас художники, музыканты, технарии. Просто народ без башни. Мы все хотели, чтобы была свободна и приперся сюда. На учительном натуре. Фриска же всегда был как его. Знаменем свободы мысли и творчества. Лично мне ближе всего свободная любовь еще рассказать. Да? Давай. Когда мы сюда пришли, мы думали, что заборемся на танкера, а потом его расфурыкаем, поплывем куда-нибудь. Или еще что придумаем? Хм. Ну и как удалось вам расфурыкать танкер? Ну, вроде капитан придумал, как его раскочегарить, но нам кое-чего не хватает. Детали должны, если уж совсем без базара, то мы это дело совсем бросили, не справимся. У нас теперь другие планы. Что они себе представляют? Какие у нас планы? Значит, атаки снимемся отсюда и будем бродить вокруг, пока не найдем местечко, которое жадюги пока не загадили. Там мы сядем и постараемся устроить общество получше нынешнего. А вы знаете, как это сделать? Мы надеемся, что не будем повторять старых ошибок. Черт, ну хуже, чем сейчас, вряд ли получится. Хм. Вы поняли, как заставить танкер двигаться? Ну, вроде капитан придумал, как его расфурыкачегарить. Так-так-так, а где найдите капитана? Капитан старый вояк, а наверху, понятно, все, пойдем к старым капитанам. Поговорили, пообщались, бар закрыт. Бежим наверх. Очень интересно, смотрите. Вот, видимо, капитан, да? Капитанская фуражка, интересно. Какой очередь вам тут надо? Я не говорю ни с кем, кроме моих друзей или просто хороших людей. Сперва сделайте что-нибудь для моих парней, а уж потом возвращайтесь ко мне. Ах, вот ты какой сволота, да? Ну ладно. Ну ладно, дружище, ладно. Все ясненько с тобой? Все с тобой ясненько. Мерзопакостный ты человек. Так, хорошо. Какой ты борзый, резкий и резвый. И вообще... Борзота просто зашкаливает. Так, давайте посмотрим, что есть. О, пушеченька. Нужна информация. Я не торгую информацией, я торгую оружием. Хотите злинуть там мой товар, да? Давай. Посмотрим, что есть у тебя. О, неплохо. Очень неплохо. Придем к тебе. Так, надеюсь, скоро придет новая партия товара. Еще что-нибудь есть? Нет. Тогда желаю вам хорошего дня. Желаешь? Ну ладно. Мы тоже тебе желаем хорошего дня. Стул. Так, интересненько. Это кто такой ходит? Бродяга-станкер. Женщина из бродяг. Все ходят. Никому нет дела, ни до кого. Женщина из бродяг. Классно. Передвигаются, живут. Все прекрасно. Все отлично. Так. Если мне не изменяет память, то... Женщина из бродяг. Так, бродягу с полуулыбкой на лице. А, понятно. Кэссиди. Ты что такой мутный? Так, ничего. Классный рэк тайм. Понятненько. Пока ничего хорошего мы здесь не выудили никакой информации. Давайте попробуем в следующем разобраться. Распроклятый Р-3. Эх, ты бродяга. Так, давайте попробуем проспать до утра. Немножко отдохнем. Возможно, события поменяются. Ох, проверю-ка я свое снаряжение. Давай, проверяй. Так, ну что? Я помню, что здесь нужно спасать женщину, но... Как это сделать? Ничего, классный рэк. Так, давайте попробуем спуститься вниз. И сразу же нам не предлагают ничего пока. Мы сами все сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то там вообще мясо какое-то. Кто вы так? А вы хорошо играли в группе? А то мы были крутые, круче только яйца. Наш вокалист был, ну, малость гомик, а Аарон вечно потел. Ну, а тот портил все остальное. Но группа у нас была классная. Жаль, что вы больше не играете вместе. Хотелось бы мне вас послушать. Да, конечно. В любом случае, мне придется к этому вернуться. Еще вопросы. Так, ясненько. Ясненько, ясненько. Так, интересненько. Почему-то он не реагирует на то, чтобы... ...вызволить его подружку из дна, из этого снизу. Вот это меня больше всего смущает пока. Но, но, но. Здесь есть такой момент. Давайте попробуем выйти. Уйди, женщина. Ладно, хоть сделали возможность двигать женщин, которые там... ...или мужчин, которые встречаются на пути нам. Здесь, видимо, какие-то лекции проводят или что-то подобное. Так, смотрите. Туалет. И просто шлюзы. Давайте попробуем. И есть проход вниз. Посмотрим, что есть здесь. Упси-дупси. Хм, вот оно значит. Да, все-таки придется нам сражаться. Ладно. Глаза. Глаза, глаза. Удивительно, кентавр слепо... Удивительно, кентавр слепо пошатывается. А-а-а. О-о-о. Я чувствую, пати здесь будет нереальти, бро. Просто. А откуда здесь, интересно, деталь из... Ого. Обалдеть. Откуда здесь деталь из... Убежища, врата. Вот это мне интересно еще. Красавчик. Красавелочек. Глаза. Глаза, глаза. На-на-на-на. Кентавр вообще зассал уже сразу. Испугался. Оно и правильно, оно и правильно. Не стоит, не нужно было этого делать. Так, робот, ты кого-нибудь будет трогать сегодня, нет? Или он только щупать умеет? Так. Красавелла. Красавелла. Так, нервный центр. Нервный центр попали. Удар приходится по изимому месту. Критическое ранение. Замечательно. Сейчас мы быстро всех уложим. На раз-два просто расплюнуть и все. А-а. Странные штуки, кстати, очень интересные. Непонятно, из чего они произошли. Либо это опять-таки эксперимент от Анклава. Очередной. Органический какой-нибудь. Что тоже может быть верным. Так, обратно идешь, а нет, это другое уже. Кишка, у тебя Данка меня свалить. Да никто же и не спорил. Блин. Промах. А, роботу плевать. Робот у нас не интересуется ничем вообще. Так, здорово мы не теряем. 119, но неплохо. Надеюсь, меня не свалят. Вот не хотелось бы мне, чтобы сваливали меня. Но коцают, коцают. Все-таки коцают. Конечно, не так, как хотелось бы, но во всяком случае, что-то доработает. Так. Глаза. Стрелял в одного, попал в другого. Ну, тоже. Логики никакой, конечно, но сейчас меня будут валить. Да. Сейчас меня будут валить. Веселуха же продолжается. Бей, бей, бей. Ладно, там в очередь уже. В очередь, сукины дети. В очередь. О-о-о-о, как здесь все плохо. Смотрите, а, пробивает насквозь. Слушай, глючит все. Еще и роботы жахнули за что-то. За что? Обрез. У этого товарища обрез есть. Какой молодец-то, а. Так, хорошо. Сейчас мы быстренько восстановим себе здоровьицу. У меня есть ружье. Ну, нафиг никому не нужно это ружье, но я его возьму на всякий случай в руку. Так. Хорошо. Сейчас меня снова будет валить. Валякать. Причем конкретно. Угу. Со всех сторон. Чпогать. Вот так вот. Именно вот так. Так. Ну, не так уж их много, конечно, здесь, но можно будет нормально опыта содрать. И вот здесь нам понадобится ключ, который находится у капитана в Наварро. У начальника. Так, если нашего робота завалят, конечно, ничего мы не потеряем с этого, но жалко как-то, да, все равно. Немножко. Врожденный нерв. Так, критическая рана нанесена, но толку-то они не умирают, никто. Как бы я не целился, как бы я метко не попадал в их критические места. Особенно вот этих вот дырочек. Критические места. На-на, на-на. Главное не свалите меня, остальное как бы нормально все. Я не против того, чтобы... Конечно, мы здесь побратались, пообнимались, вот покусались, побились, но вот... Не знаю. Я получил критический удар. Есть, один готов. Нет, не готов. Какая же фигня. Все, один готов. Вот теперь точно один готов. Вот эти вот... Пукалки летуны помирают. Ничего, сейчас все будет. Вообще, желательно, конечно, ванаминго валить, но это, по-моему, уже не ванаминго, если я не ошибаюсь. Но посмотрим сейчас. Пришелец, да? Да, пришелец. Там были ванаминго, а здесь пришелецы. Почему робот никак не реагирует? Вот это вот меня смущает больше всего. Робот стоит просто и смотрит. Я мажу, не в тех попадаю, но это нормально. Женщина, я сейчас приду к тебе, спасать тебя. Спряталась за коробкой. Молодец какая, смотрите, соорудила себе какие-то вещи и спряталась в углу. Ну, логично, чем меньше пространства, где тебя видят, тем проще спрятаться. Так, жизни пока есть. Робота вообще никакой у нас. Спит. А этот все валит, валит, валит. Что-то там толку нет от этого. Сколько раненых, елки. У них сколько здоровья. Они очень такие прошаренные, я смотрю. Пришелец-то здесь поплотнее. Только как они попали сюда? Именно на дно танкера. Хм, очень интересно. Много загадок, конечно, да? Музыка такая еще, напоминающая энигму. Самое то для танкера и для битвы. Так. Нужно в глаза стрелять. Все-таки зря я начал это делать. Тогда бей ты уже его. Глаза. Нет. Так, теряет здоровье, 102. Удар повреждает дыхательный орган. Вот это, конечно, прекрасно. Но толку-то? Они живые все пока еще. Вот ванамингосов надо пришельцев завалить. То есть... Очень интересно. Женщина стоит и отдыхает. Ей нормально, видимо. Ой, как они долго меня валят. Сейчас кто-нибудь критический удар какой-то нанесет. И все, и конец. Так, ты его завалишь? Нет, когда-нибудь? Так, кто это, как ее звать? Видите, женщина с очень стревоженным... Стревоженным лицом. Конечно, еще бы она была не стревоженным лицом. Глаза. Все, есть. Спалили одного ублюдка. Еще... Еще три ублюдка. Летун и... Кентавр. Хотя это на Кентавр даже не похоже. Какая-то хрень неведомая. Ну, робот-то за что? Робот даже вообще ничего не делает. Кентавр промахнулся. Да, все-таки Кентавр называется. Там помесь мутантов с животными. Люди скрещенные в виде какого-то... Ввиду какого-то эксперимента от Анклава очередного. То есть все как обычно. Все как... Положенное по лучшим сюжетным линиям. Здоровенные пришельцы. Ах, это здоровенные пришельцы. То есть это не Ванаминго все-таки. Ах, хотя, конечно, да. Ну, много всего было прочитано. Много всего было увидено. Много всего было подсмотрено где-то. Архивы игры и так далее. Помню, что искал утилиты в 2003-2002 годах. Здесь наконец-то мы убили одного Ванамингоса. И я помню, как... Как я ликовал, когда распаковал всю полностью графику из Fallout. И это вообще просто было нечто. Это прям все картинки, которые были задуманы разработчиками, были как на ладони. Можно было смотреть, можно было сравнивать. Много картинок, которые вообще здесь не появляются, есть в архивах. Если вам интересно, можете поискать. Либо же я потом какой-нибудь туториал запишу. Как можно вскрыть архивы игровые. И извлечься. Хотя уже без меня, наверное, миллион таких роликов есть. И прочего, прочего, прочего всего. Так, окей. Глаза. Очень, очень здоровые. По 100, по 46, по полтинечку отнимается здоровье. А им все ни почем. Угу. Ну, благо, хоть у меня броня нормальная. Нужно будет все-таки у хаболога прокачать свою бродю. Автогироконтроллер. А, гироскоп. Ой, затянулась у нас опять битва. Я думал, быстрее это будет. Нет, оказывается, ни в коем разе. Ни в коем разе это быстро не оказалось. Глаза. Есть, отлично, сплавили. Остаются три врага. Кентавр. Ну, еще здесь, конечно, есть черти. Но я думаю, я потом сюда приду с ними разбираться. Потому что сейчас нет смысла затягивать опять серию на неопределенное время. С этими драчками. Ну, опять-таки, это, видите, это игра такая для размышления. Для того, чтобы получать удовольствие. А не просто бежать тупо и стрелять. Как это делается сейчас в экшенах различных. Здесь игра поумнее. Здесь надо много читать. Хотя некоторые, даже не некоторые, а многие проходят. Проходят эту игру, грубо говоря, пробегаясь по ней. Не затрагивая никакие квесты. Просто так, от делать нечего. Проходят и все. А какой интерес играть в Fallout, если вы не будете читать квесты, а просто тупо бежать, стрелять, убивать, не выполняя практически никаких квестов. Побежать сразу на варо, взять броню, попасть на танкер, завалить Хоригона с помощью охранников. Это получится трэш. Ну, спидраны есть, но для меня это не нужно. Ни к чему эти спидраны. Лично для меня. Игрой нужно смаковать. Угу. А не спидранить. Спидранить это, конечно, хорошо. Вот мастер ран, это уже интересно. Когда человек проходит всю игру без повреждений, соблюдая, причем, все поставленные условия в игре. Вот это интересно. Но это очень редкие видео. Юпс. Летун получает... Выпромах. Фух, я уже испугался, он в кейсить попал. А-а-а, испугался? Ссыкло. Летун сам лажанулся. Так, робота не надо трогать. Робот-няшка. РД-2Д. За что робота-то? Нервный центр. Все, есть. Нервный центр есть. Так, Ванамингос, Алиен убегает. О, робот проснулся. Робот стал соображать. Что на него находит? Очень интересный такой, знаете, экземпляр у нас. Он сам по себе. Он явно сам по себе. А слепой кентавр у нас вообще не двигается, я понял, да? Давайте в кентавр в глаза зарядим. Сейчас я ближе подбегу. Еще один кентавр убежал. Они оба убежали, два друга. Интересно, как такие существа, которые, в принципе, не могут общаться друг с другом, взаимодействуют в этом диком мире? То есть, находясь в этом же самом танкере. А, вот так вот и взаимодействуют они. Просто интересно всегда было, как разные организмы уживаются друг с другом. Хотя в дикой природе тоже, конечно, есть какой-то баланс. Но люди это люди, а животные или создание это создание. Не. Неплохо. Ай, какой ты красавчик, а. Так. Ключенько. Все. Классно. Анимация, конечно, потрясающая. Разработчики постарались на славу. На какого славу? Так. Глаза. Есть такой моментос. Куда ты убегаешь? Ну, куда ты убегаешь? Ну, стой, 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 дружок. Дружок мой хороший, стой. Нет, в любом случае придется драться со всеми. Ладно, серия будет затянута, но я думаю, это, наверное, не помешает. Наверное, нет. Ну, летуны попроще, конечно, а вот кентавры уже посерьезнее враги, да? Так, раз, два, три, четыре. Ну, не так и критично, но все-таки. Так. Ба-ба-ба-ба-ба. Дыхательный орган, глаза. Все нормально, все в порядке. Идут. Снова три врага. Три мушкетера. На защиту своей стаи. Кэссиди, конечно, красавчик, но надо ему что-то с оружием делать, наверное. Быстро. Вот это уже другое дело. Здесь гораздо все быстрее. А, еще, еще один летун там появился. Ладно, это в мои планы не входило, но все же. Робот у нас остался там тупить. Это тоже порядок. Угу. Сколько? Тридцать. Маловато. Тридцать это маловато. Надо попробовать прокачать возможность критических ударов. Твою мать. Как щенка. За что Кэссиди-то? Не надо. Не надо трогать Кэссиди, пожалуйста. Я вас прошу, Кэссиди не трогайте. Вот. Я лучше зацеплю, чтобы они на меня нападали, не на Кэссиди. Кэссиди сейчас помрет и все просто. Вот. Лучше на меня нападать. Я железный дровосек. Здесь, кстати, есть такой квест про железного дровосека. Если кто не знает, то я его обязательно покажу. Но не всегда везет обнаружить его. Так. Вот теперь они все будут агриться на меня. Это инфосодка. Угу. Почему? Да потому что Кэссиди трогать не надо. Бедный товарищ, у которого артрит. Который устал. Который засиделся в городе-убежище. В баре. Снабжая людей выпивкой. Им нужен геройский отдых и покой. Поэтому я его обеспечу. И вот так. Слепнет. А, сволота. Слепой убегаешь, начинаешь искать стены вокруг. Ну-ну. Ну-ну. Вообще, конечно, у нас опять какой-то получился... Получилась какая-то информативная серия. Больше про какие-то истории, про какие-то случаи. Про архивы игровые. Ну вот и все. Так. Все-таки привычнее, конечно, пользоваться мышкой. Нажимать всякие кнопочки. Конец хода. Выбирать возможности, особенности. Не знаю почему, но я всегда так делал. Хотя удобней, как говорится, использовать клавиатуру и быстрый доступ. Но почему я так играю? Кто ж меня знает? Ладно. Будем нажимать пробел. Так. Только не подумайте, что моя другая рука занята. Чем-то непонятно. Непотребно. Так. Сейчас все будет. Во. Ура. Нервный центр. Сильные. Очень сильные все-таки противники. Летуны и кентавры. Но нужно купить все-таки те журналы с оружием. По оружию. Гайды. И почитать их, чтобы повысить свой скилл в энергооружии. Красавелла. Красавелла Кассич сбил с ног, но этого недостаточно. Как ты сам видишь. А, роботы вообще до лампочки. Его уберегли. Я кентавры уничтожил и все в порядке сразу стало. Попал, нет? Получает удар другой. Но это не важно. Все равно их двое осталось. И здесь еще раз. Два, три, четыре крутых пришельца. Мощных, здоровых. Ну, а дальше будет проще. Остается совсем немножко. Да. Один готов. Сейчас женщину спасем. И на этом можно будет подняться наверх и поговорить с этим товарищем. Так. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. 25 здоровья отнимаем. Это маловато. Маловато. Критический удар наносится где-то по 120. По 140. Нет. Хорошо. Нервная система. Мазня. Летун получает ранение, теряет здоровье. Ой, здоровенный пришелец получает удар. Пришелец? Он же мертв. Странно очень. Это все получилось. Куда я, в кого попал? Непонятно. В неизвестного врага? Опять получает удар другой совершенно кто-то. Как-то странно это все. В кого я стреляю, не понимаю. Есть ружье? А, патрончики есть. Ну, наконец-то, хоть я попал куда надо. 56. Смотрите, 56 урона, но по-прежнему не умирает. Что очень подозрительно. Уж больно крепкий попался. Летун. Да. Получает удар какой-то пришелец. Но какой? Не особо понятно. Ладно. Все, наконец-то. Ядреный компот. Так, женщина, здравствуй. Спасите, помогите. Ай, на помощь, спасите. Они меня убьют. Уперите их. А, о. Нет, все-таки в любом случае нужно будет завалить всех. Угу. Истина где-то рядом, но ничего не поделать. Хорошо. Давайте сделаем это тогда. Ближайший товарищ. Глаза. Попал. Попал. Отлично. Отбегаем назад. Главное, чтобы не трогали моих соратников. А, нет, нет, нет. Слушайте, девушка-то убежала. Девушка-то убежала. Можно попробовать сделать так. Надеюсь, что не закосячится квест. Хотя. Давайте расправимся. Давайте расправимся. Чего уж там вала, как говорится, выкуплять. Ладно. Добьем, добьем. Пускай серия затянется, но что поделать. Пообщаемся еще в монологе. Завтра вообще стрим. Кстати, 8 часов. Если кто не знает, если серия это выйдет сегодня, то завтра точно будет стрим. Как-то я странно пишу в прошлом за 5 дней до стрима и говорю, что завтра будет стрим. Видимо, да. Видимо, у меня составлен четкий график. Псевдо. Псевдо график составлен. Скорее всего, будет Vice City. И если получится, то придет Олег к гостю. Блин. Меня свалили как щенка. Да, все-таки лучше один раз закончить, чтобы на следующих сериях уже не растягивать время и не тянуть кота за хвост. Кишка, у тебя танка меня свалит. Правильно говоришь? Правильно говоришь. Ты глаголишь истину, Кэссиди. Так, где там у нас стимулятор суперский? Один раз бахнемся. Восстановим все свои жизни и все. Будет потрясающе. Так. Раз, два, три, четыре. Четыре пришельца, которые могут меня в любой момент уронить. Вот это минус. Вот это плохо. Нужно было к ящику, наверное, встать. Посмотри в мои глаза. Видишь, это солнце. Ты в последний раз. А девушка стоит. Девушка боится. Девушка спряталась. Какая боль. Я получил критическое ранение три. Классно. Настолько критическое, что три здоровья это просто... Я не знаю, капля в море, наверное, для такого персонажа, какой сейчас у меня. Молодец, молодец. 38. Маловато, конечно. Ну, по идее, глаз у них нет, как и у чужих. Опять-таки... Нет, ладно, сейчас я об этом разговаривать не буду. Потому что потеряется вся интрига для Alien Isolation, на которую я еще не сделал смотр. Хотя уже все прошли ее. Половина уже людей перепроходила уже. Все излазили, все коридоры уже вдоль и поперек. А дядька все еще спит. Что поделать? Приоритетов очень много сейчас жизненных. И сидеть и играть с утками я так не могу. Это, знаете ли, как-то противоестественно. И я не поступаю, как поступают некоторые блогеры, которые нигде не работают. И, получается, работают только на YouTube. Что уже как-то кардинально... Как по мне, так неправильно. Как-то это неестественно. А что, если закроют YouTube сразу? Пап-пап-пап. Будет. Нужно будет идти обратно работать. Правильно-правильно. Поэтому... Я работаю на нормальной работе на своей. Твою мать. Скинули. А YouTube это хобби. Это реально то, что мне нравится делать. То, что мне нравится показывать. Какие-то проекты, например, такие, как... Мои очерки авторские, которые я писал когда-либо. В разные годы. 2004, 2002, 2008. Прочие, прочие, прочие. Если кому интересно, ссылка на второй канал в описании. Заходите. Там это все представлено. Задрали вы меня скидывать. Вот они вот... Они всегда могут спокойно взять и скинуть. И причем убить могут. Вот сейчас еще пару ударов, и я труп. Если сейчас я не воспользуюсь суперстимулятором, то эта серия кончится прямо здесь. Потому что у меня уже не хватит терпения на эту биту заново. Так как я не сохранялся. Куда уж ты ножкой-то своей машешь. Ну не махай уж, не махай. Сейчас я встану. Сейчас я... Оденусь и все вам объясню. Как вороне судьбы, да? Симуляторов мы всегда можем покупать сколько душе угодно. Потому что их очень много продается везде. У каждого торговца по два, по три точно может быть. Так что нормально. Мы живы пока. Только не роняйте меня. Хотя можете, конечно, разок уронить. Я буду не против, но... Нежелательно. И Кэссиди бежит с ноги. С ноги лупасить. С ноги хочет всех лупасить Кэссиди-то. Ой, не туда. А, ну ладно, глаза. Да, все, один готов. Одним дурачком меньше. Уже лучшим. Еще трое осталось. Все. Больше дураков здесь нет, точно? Да, видимо, нижняя часть палуба. Ой, не палуба это, наверное. Я не помню, как называется нижняя часть у корабля. К сожалению. Хотя раньше, помню, интересовался корабельным делом. То есть, как все, что состоит. Какие детали, какие части есть на кораблях. Было интересно самому подсчитывать такие вещи. Библиотеку ходил, книжки брал. Было забавно. Уф, мне нужно больше очков действия. Правильно говоришь? Глаголь шестина, дружище. Мне самому бы не помешало больше очков действия. Именно на ходы. Чтобы было 12 очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, 12 очков мне было бы самое то. Критическое ранее не надо. Вот, вот этого не надо. Вот скотина живучая-то, а какая? Сейчас меня опять уронят, и все, и будет печаль. Я не выдержу этого больше. Кэссиди, ну, ты впустую молотишь его по костям. О, все, один дурак остался. Все, наконец-то, наконец-то, Кэссиди. Мы уже рядом. Вы потеряли три текущего здоровья. Да ничего страшного. Глаза. Все, наконец-то. Уровень. Да тут, конечно, спасибо за помощь. Пойду поищу барсука. Ох, как меня потрепали. Есть стимуляторы? Дружище, сейчас все будет нормально. Пойдем наверх. Фу, это было хорошо, это было весело. В чем дело? Опять у тебя этот вид? Я начальник, ты дурак. Пока все. Это Кэссиди. Это все, кто не понял. Спасибо, спасибо, спасибо. Не знаю, как вас поблагодарить за ее спасение. Что вам надо? Вашей благодарности будет вполне достаточно. У меня есть еще несколько вопросов. Так, окей, ничего, классный рэгтайм. Давайте здесь мы серию закончим. Она получилась очень длинная. Сьюзи вернулась. Хорошо, кто знает. Все в порядке, друзья. Мы спасли Сьюзи. У нас есть уровень. 5000 очков нам дали. Можно опять-таки энергетическое оружие прокачать. Это будет гораздо полезнее. И что-то еще. Например, давайте красноречие повысим до 95. И будет прекрасно. Все. Давайте на этом я с вами попрощаюсь. И дальше мы уже будем разбираться с другими квестами. С другими какими-то вещами, которых вы, возможно, не знали и не видели. Я постараюсь максимально информативно пройти все это дело. Ну, а пока. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.